МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Память о ветеранах Великой Отечественной войны сохраняется потомками. Рязанские волонтеры подвели итоги своей работы в юбилейную годовщину Победы. Вернулись домой. Стало известно об успешном и благополучном окончании экспедиции рязанских путешественников по Аляске. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. День этот отнюдь не праздничный, ведь 3 сентября – памятная дата трагедии в Беслане. Сегодня вспоминают погибших заложников в результате той страшной террористической атаки. Ужасающие события, разыгравшиеся в небольшом городе Северной Осетии и Беслане, произошли с 1 по 3 сентября 2004 года. Тогда на территорию школы номер один, когда дети с родителями пришли на День знаний, проникли боевики. Они захватили людей в заложнике и целых три дня удерживали более 1100 человек внутри учебного здания. В ходе спецоперации по освобождению заложников погибло около 300 человек, среди них более 150 детей. Среди погибших были мирные жители и также военнослужащие. Сегодня традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам жертв терактов, проводится Всероссийская минута молчания. В школах и других образовательных учреждениях проводятся специальные уроки, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма. День солидарности в борьбе с терроризмом – одна из памятных дат в России, которая отмечается ежегодно 3 сентября. В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, в Уйнакске, в Волгодонске и сотнях других террористических актах. Сегодня в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась тематическая встреча «Помним Беслан». Ровно 11 лет назад, в такой же жаркий, яркий, радостный день, в Беслане, в школе, в Уйнакске, в Северной Осетии, шла такая же торжественная линия. Совершенно неожиданно подъехали боевики, которые под угрозой оружия, стрельбой, заставили, загнали в здание школы детей, родителей, родственников, сотрудников. По воспоминаниям очевидцев, сразу ведь не все поняли, что в этот яркий день может такое случиться. Некоторые думали, что это розыгрыш. Оказалось, это тот розыгрыш, который стоил жизни. У них с более трех сотен человек, из них больше половины детей. В мероприятии приняли участие более 120 человек. Воспитанники военно-ориентированных профильных классов Рязанских школ, учителям, представителям областной прокуратуры, регионального отделения, общественной организации, братства Краповых Беретов, ветераны локальных войн. Вспоминая жертв Беслана, приглашенные гости говорили о важности воспитания молодежи в духе патриотизма и национальных традиций, необходимости всеми силами противостоять терроризму. Каким бы ни был терроризм, не было ли, когда один человек совершает коллективным, организованным, какие бы цели не преследовал терроризм, политический, который направлен на свержение политического строя, замена власти, и геологический, религиозный. Все время, всегда он несет за собой боль, ужас, смерть, которые остаются в сердцах людей, которые были свидетелями, или кто-то потерял свои родственники, близких, погибших, и остается вот эта боль семья на всю жизнь. В завершении встречи школьники выстроили символическое сердце в знак памяти о погибших детях Беслана и сотрудниках спецназа, принимавших участие в спасении заложников. Стало известно, что в Рязанской области установят около сотни памятных досок героям Советского Союза, получивших это звание в годы Великой Отечественной войны. Такую идею выдвинуло Российское военно-историческое общество. Вчера, в день окончания Второй мировой войны, состоялось торжественное открытие первых памятных табличек в некоторых районах Рязанской области. Между тем, сбором информации о героях-земляках занимаются рязанские волонтеры. Весь этот год молодые ребята, школьники и студенты провели в командировках по небольшим городам. Там они встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, помогали им по хозяйству, а также записывали воспоминания фронтовиков. Накануне за проявленный энтузиазм ребят наградили в том числе и региональными знаками отличия. В среду, 2 сентября, во Дворце молодежи прошла встреча организаторов и участников Всероссийского волонтерского корпуса «70-летие победы в Великой Отечественной войне» на территории Рязанской области, заместителем председателя правительства региона Еленой Буняшиной, депутатом Государственной думы Российской Федерации Николаем Булаевым и министром молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяной Пыжонковой. На сегодняшний день во Всероссийском волонтерском корпусе «70-летие победы в Великой Отечественной войне» зарегистрировано более 3 тысяч волонтеров от Рязанской области. Все они принимают участие в проведении патриотических акций, ведут активную поисковую работу, благоустраивают места воинских захоронений. Поблагодарить от имени губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева за ваше отношение, за вашу позицию в жизни, к людям, к делу, за то, что вы уже сегодня сделали, и, как Господь Бог говорит, если ты сделал добро, бросай и забудь о нем. Если тебе сделали добро, ты должен об этом никогда не забывать. Вот вы, наверное, как раз руководствуетесь этим главной позицией, одной из главных позиций. Участники встречи рассказали о работе Всероссийского волонтерского корпуса, в рамках которой прошли такие акции, как «Георгиевская ленточка» и «Парад победителей». Поделились впечатлениями от участия в параде победы на Красной площади в Москве и в военно-морском параде в Севастополе. В конце встречи лучшим волонтерам были вручены благодарности Федерального агентства по делам молодежи, знаки губернатора Рязанской области за усердие, благодарности губернатора и благодарственные письма главы региона. Объявлен конкурс на звание лучшего народного дружинника. Поучаствовать в нем может любой желающий и добровольный помощник полиции. Однако заявку надо успеть подать до 25 сентября. Кстати, конкурс среди лучших дружинников пройдет в два этапа, а победители, отобранные из специальной комиссии, получат даже поощрительные денежные премии. А пока же рязанские полицейские сообщают о нарушении сухого закона, установленного 1 сентября. Стражу порядка выявили нарушителей в день знаний в магазине на улице Весенней. Несмотря на запрет, установленный законом на розничную торговлю алкоголем 1 сентября, некоторые предприниматели в погоне за прибылью все-таки нарушают ограничения. В ходе проверки полицейские также установили, что спиртные напитки в данном магазине продавались без необходимых разрешительных документов. В итоге с прилавков магазина полицейские изъяли 460 литров алкоголя. В статье 14.1 Кодекс об административных правонарушениях будет наложен административный штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией продукции, изъятой как предмет административного правонарушения. А накануне сотрудники патрульно-постовой службы получили награды в честь профессионального праздника Дня ППС. В торжественном собрании, посвященном 92-й годовщине с момента создания службы руководства, регионального управления МВД, поздравила постовых и наградила лучших сотрудников. На торжественном собрании, посвященном годовщине создания патрульно-постовой службы в системе органов внутренних дел руководство МВД России Паризанской области поздравило постовых и наградило лучших сотрудников ППС. Поздравить сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником приехал заместитель начальника полиции МВД России Паризанской области Валерий Евгеньевич Фомичев. Ну хочется вам еще раз сказать спасибо за вашу службу. Не только вам, но и вашим женам, детям, которые постоянно вас ждут. Успехов вам, ребята, с праздником еще раз. В этом году патрульно-постовая служба отмечает 92-ю годовщину со дня создания. На сегодняшний день эту службу знают все, поскольку сотрудники патрульно-постовой службы полиции – основное базовое звено системы профилактики правонарушений. По статистике, сотрудники ППСП раскрывают каждые десятые преступления в области. Они всегда, в любое время суток и в любую погоду, на страже спокойствия, на улицах городов и сел области. И нередко именно постовые полицейские первыми приходят на помощь пострадавшим от преступлений или чрезвычайных обстоятельств. А сейчас о культуре. Накануне Рязань посетила известный театральный критик, редактор-составитель журнала «Сцена» Наталья Каминская. В здании областного театра драмы она пообщалась с рязанскими театральными деятелями, а также с общественностью. Театральный критик Наталья Каминская уже в дебюте своего выступления затронула тему актуальности театральной журналистики. И отметила, что рассказ о поставленных пьесах, прошедших гастролях местных или приезжих исполнителей важен в том числе и с исторической точки зрения. Ведь именно благодаря сохранившимся газетным или журнальным материалам специалисты могут составить облик театральной эпохи. Одной из современных проблем критики, подчеркнула Наталья Каминская, остается снижение спроса на материалы о театре. Это явление уже стало привычным даже для крупных средств массовой информации. Вместе с тем, в тех случаях, когда руководство изданий, понимая ценность подобных публикаций, на первый план выходит качество материала. Способный журналист аналитически оценить не только спектакльную пьесу, по которой он поставлен, всегда будет находить широкий отклик у зрителей. Главным критерием при работе, отметила Наталья Каминская, должно служить умение проанализировать не только сюжет, но и игру актеров, наличие штампов или новаторского подхода к роли и даже оформление декораций. Необходимо при этом, конечно, чтобы такой анализ не стал сухим, а был интересен широкому кругу читателей. При этом, если спектакль кажется скучным, либо вызывающим, можно и порой даже нужно покритиковать исполнителей. Прорюцензируйте пьесу, может, она дурацкая, так тоже может быть, что она вас не убедила совершенно, ни героя, ни коллизия. А может быть, наоборот, она интересная, она ударила в какую-то болевую точку, она хорошо написана, а дальше о ней тоже можно не пересказывать ее, а проанализировать ее, понимаете? Какие-то мысли свои высказать насчет того, актуальна она, неактуальна, есть ли в ней вечные смыслы какие-то, как она, собственно, как она написана литературно, звучит это или не звучит, да? А затем вы переходите к тому, как это воплощено на сцене. В рамках программы «Большие гастроли» Наталья Каминская проведет в Рязани еще один мастер-класс для рязанских профессионалов театра. Стало известно о завершении экспедиции рязанской команды путешественников на Аляску. Еще в пятницу они совершили свой заключительный переход. Конечной точкой маршрута была река Игигик, вытекающая из озера Бочарова. То есть все поставленные задачи по поиску переносов на Аляске рязанские путешественники выполнили. Сегодня они рассказали рязанцам, насколько сложной выдалась эта экспедиция. Рязанские исследователи русской Аляски во главе с Михаилом Малаховым вернулись домой с очередной экспедицией. Конечно же, с новыми эмоциями, историями и знаниями. На пресс-конференции они рассказали о том, как участники экспедиции преодолевали перенос из Аляскинского залива в озеро Бочарова. 10 тысяч километров. В принципе, для общего представления, визуально, что же собой представляла некая российская колония под названием «Русская Америка», наверное, материала было достаточно. Но мы уже, кстати, в третьей экспедиции прекрасно поняли, что просто собиранием фактурного материала, который подтверждает факт, да, здесь русский дух, да, здесь Русью пахнет, да, мы имеем совершенно очевидные факты, уникальные в культурологическом плане сохранение элементов русской культуры на территории чужого государства без первичных носителей этой культуры, уникальные совершенно, я бы сказал, не только местного значения, но и такого мирового уровня. Дорога была очень непростая, и все же этот опыт для исследователей оказался бесценным, ведь им удалось восстановить исторический путь, описанный русским морским офицером Лаврентием Загоскиным еще в 19 веке. Вот эти все пути используются русскими с серьезными экономическими задачами. По этим путям, когда там на лодках переходили, можно было переносить большое количество мехов. Нам, мы в 11-м году задачу решили, смотрится хорошо, действительно работает в экономическом плане. Пока все полученные данные из проведенных исследований участники экспедиции складывают в одну общую картину. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну, а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет герой России Михаил Малахов, недавно вернувшийся из экспедиции на Аляске. И речь в беседе, разумеется, пойдет о проведенной рязанскими путешественниками экспедиции. А на сегодня с новостями это все, и до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин